Приветствую вас, значит, ну, во-первых, давайте сразу уточним, что такой серьёзный вопрос, как мания того, что вы чем-то болеете, да, то есть это страх, страх того, что, страх заболеть. Ну, вот, значит, такое серьёзное препятствие на пути к полноценной жизни, да, такое серьёзное препятствие на пути к счастливой жизни для вас. А вы, в общем-то, описали очень слабо. Вот так. То есть буквально всего лишь две строчки у вас есть буквально всего лишь несколько предложений и по сути дела всё. То есть больше никакой о вас информации нет. Вот, как вы думаете, почему так? Так, как вы считаете, вот то, что вы предоставили, такое, в общем, маленькое количество информации о такой серьёзной проблеме, да? Вот, как вы думаете, что это может значить? Значит ли это вообще что-нибудь? Может быть, вы, ну, например, не верите в то, что вам можно помочь? Может быть, может быть, вы считаете, что все психологи, да, это обманщики. Может быть, вы не верите в себя, то есть не верите в то, что, ну, в то, что у вас получится это сделать. Вот. Но, скорее всего, как показывает опыт мой, в частности, речь идёт о нежелании, подсознательном нежелании человека что-либо делать. То есть есть подсознательное нежелание вас что-либо менять в этой ситуации. Есть подсознательное нежелание вас выходить из этого состояния, своего состояния. Потому что, потому что вам в нём не то чтобы комфортно, но вы через него, через это состояние, через страх заболеть, что-то для себя получаете. Ну вот, что-то получается. Я, естественно, не знаю что, и я сейчас не скажу что. Скорее всего, речь о внимании, о любви, о ласке, о, может быть, каких-то позитивных проявлениях по отношению к вам. Понимаете? Понимаете? То есть, тонкость здесь вся в том, выключается, чтобы вы постарались увидеть. Так, для чего же мне моя мания? Что она мне даёт? Вот что происходит вокруг вас и с вами, когда вы находитесь под, ну, под вот этим вот воздействием, да, под действием этой самой мании. Вот что с вами происходит в этот момент? Ведь что-то же, наверное, происходит. Вы же какого-то, наверное, поведения от людей ждёте. Ну, в частности, в частности, от окружающих, например. То есть, вы, грубо говоря, нуждаетесь, допустим, во внимании. Вы, грубо говоря, нуждаетесь в какой-то, ну, наверное, поддержке, скорее всего. Вот. Понимаете? Какая история. И вот здесь-то как раз, здесь-то как раз, и кроется вот этот вот нюанс, и кроется этот момент, что в детстве, в детстве у вас единственным способом, видимо, для привлечения внимания к себе была болезнь. И вы теперь используете эту болезнь для того, чтобы, ну вот, получить внимание, чтобы получить то, что, собственно, вам нужно. Вот. А нужно вам именно проявление позитивных людей по отношению к вам. Понимаете? Вот. То есть, я бы здесь анализировал бы, знаете, я бы здесь анализировал именно ваше детство. именно вот с того момента, да, как у вас это все началось. То есть, я бы анализировал вот этот вот процесс появления. процесс появления этой самой мании. Причем, заметьте, вы говорите, мания не фобия, а мания. То есть, мания, это значит, что я хочу болеть. Я хочу заболеть. Я хочу заболеть. То есть, так-то я в действительности не хочу болеть. Так-то я в действительности вроде бы понимаю, что болеть это как-то, ну, плохо. Как-то, ну, не очень хорошо. Но, тем не менее, я хочу заболеть. Я хочу внимания, хочу ласки. Понимаете? Если вы для себя вот этот вот момент, да, выделите, что вы хотите внимания, вы хотите ласки, заботы, может быть, даже, ну, заботы, может быть, даже к себе. То есть, я имею в виду, забота здесь, это возможность перенести ответственность. Себя на собственно других людей. Вот, я это имею в виду здесь. Если вы увидите для себя это, вот этот момент, как цель, если вы увидите это как свою собственную цель, то я полагаю, да вы сможете выработать, выработать, а, как бы, к ней, да, к ней свой собственный, свой собственный путь, то есть, как, грубо говоря, я могу сделать так, да, чтобы получить внимание. Как я могу сделать так, чтобы быть более значимым? Ну, например, например, да? Вот. Можно так сделать? Конечно, можно. Конечно, можно и даже нужно, потому что я предполагаю, что вам это мешает. То, что происходит. Но, но, помимо этого, помимо, ну вот, данных моментов, помимо данных аспектов, есть еще тонкость. А именно, а именно, тонкость заключается в том, что вы не думаете. Вы чувствуете? У нас есть чувство, да? Мания, болезни. Это чувство. Чувствовать вы чувствуете. Но вы не думаете. Вы не думаете. Вы не рассуждаете логически. Не мыслите рационально. И здесь у меня опять, опять вопрос. Почему? По какой причине вы не мыслите рационально? Хотите ли вы мыслить рационально? Умеете ли вы анализировать? Как часто вы это делаете? Анализируйте, я имею в виду. Считаете ли вы, например, что женщина, ну вот именно женщина, не должна это делать? Ну, анализировать. Считаете ли вы, например, что женщина должна, как бы, только чувствовать и все? То есть, только чувство. Это тоже, это тоже очень важный момент на самом-то деле. Потому что от этого ни много ни мало зависит то, как вы ведете себя по жизни вообще. Как вы подаете себя по жизни. Как вы представляетесь людям, что люди думают о вас. Понимаете? То есть, вот эти моменты все не очень важны. Очень важны. Для вас важны. Конечно же. Ну, в первую очередь. Важны для вас. Вот, собственно говоря, на этих основных положениях, да, и основывается мое представление о том, значит, как у вас образуется ваша мания того, что вы можете заболеть. И, соответственно, чтобы это исправить, да, ну вы же говорите, как это исправить, то есть вы это хотите исправить. Вот. Чтобы это исправить, нужно вот, собственно, анализировать, для чего вам это и корректировать ваше поведение. Потому что те желания, которые лежат в основе, вот, ну, в основе вашей мании, они реальны. Вполне. И их нельзя игнорировать, вот, именно желанию. Желания реально, их нельзя игнорировать. То есть, их не нужно подавлять. Понимаете? И это то, чего вы хотите сейчас. Вы хотите взять и подавить себя, подавить свои желания. Подавить свои потребности. Вот. Понимаете? Я полагаю, что подобная позиция, она у вас тоже проявляется, наверное, не только в вашем вопросе. Но подобная позиция проявляется вообще периодически, что вы хотите что-то исправить. Вы считаете, что, если я хожу в эту исправительность, я считаю, что что-то неверно, что-то неправильно, да? Ну, наверное, наверное. Что-то неверно, что-то неправильно. А кто установил, что вот это верно, это неверно, это правильно, это неправильно? Кто установил? Кто сказал, что вот это верно, а это неверно? Понимаете, какая история? То есть, на что вы ориентируетесь? Ну, здесь. На что вы опираетесь при, собственно, своем выборе? Я полагаю, что, ну, вероятно, на что-то опираетесь. Свои представления о том, что правильно, а что нет. А откуда эти представления у вас идут? А представления идут только, только из детства. Вот. В общем, я полагаю, что вашу фобию можно исправить. Я не думаю, что это очень сложная задача, просто тут нужно будет постараться, тут нужно будет, может быть, потрудиться. Вот. Вот. Но если вы действительно этого хотите, но если вы действительно хотите помочь себе, сами, если вы действительно хотите помочь, то я полагаю, что за работу дело не станет. А если вы будете работать, то я более чем уверен, что результат не заставит себя ждать долго. Вот. Вопрос в том, хотите ли вы? Вопрос в том, хотите ли вы и что готовы сделать для этого? И нужно ли это вам на самом деле? То есть, вот, нужно ли это вам или не нужно это вам? Потому что, ну, вот, по тому, как вы описали свою проблему, да? Ну, я просто предполагаю, да, предполагаю, что не захотелось вам тратить много времени на то, чтобы описывать свои трудности. Понимаете? Вот. Вот. Не захотелось тратить много времени вам на это. И волей-неволей возникает всё, собственно, всё тот же вопрос возникает. Почему? Почему? Почему у вас не было желания описывать проблему подробно? Ведь она серьёзная, проблема-то. Проблема серьёзная, её нужно решать. Вот. То есть, я ничего не утверждаю, я не говорю, что вы не хотите, но вот с такого ракурса на проблему это нужно смотреть. Нужно смотреть-то, можно точнее, смотреть на проблему ещё и с точки зрения когнитивной психологии и когнитивного подхода. Что это значит? Что для вас болезнь? Почему вы боитесь заболеть? Собственно, вы боитесь смерти? То есть, у вас экзистенциальная проблема, которая стоит за страхом болезни? Или тут страх боли или что-то ещё? Может быть, это ощущение беспомощности у вас? То есть, это как ещё один стимул, стимул для того, чтобы вот в этом состоянии находиться, в состоянии страха. То есть, я боюсь, да, я боюсь, потому что я хочу быть беспомощным. То есть, вы этого не осознаёте. Если бы вы осознавали, вы бы, возможно, не хотели бы. Вот. Я верю. Верю в то, что если бы вы, если бы вы знали, вы бы, вы бы не хотели. Вот. Вот. Но, тем не менее. Тем не менее. Ситуация вот такая. Ситуация вот такая. И, на мой взгляд, на мой взгляд, ну, как бы, с ней нужно работать в этой ситуации. Если хочется её исправить, конечно. Вот. Потому что, в противном случае, ну, вы так и будете бояться, и вам, вам не помочь будет. Вот. На этом всё. Надеюсь, что мой ответ был полезен для вас. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите. В личку я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.